Так, ну что, ребят, сразу записываю после видоса по поводу криптовалют, которые стоит купить, я записываю видос по поводу монет, которые не стоит ни в коем случае покупать и нужно от них избавиться в кратчайшие сроки, как только предоставится возможность выйти в ноль, либо хотя бы в небольшой плюс. Ну, первая монета это не PayingXwap, да, это просто. Криптовалюта это очень нестабильная, волатильная вещь, для того, чтобы тут быть в плюсе, необходимо постоянно рисковать, но зачем мучить себя постоянным мониторингом рынка, попытками словить точку входа, тратить кучу нервов и в итоге уходить в минус, если ребята из Lexol.com создали универсальное решение для криптоинвесторов, желающих обеспечить себе стабильную прибыль. Одни из лучших и проверенных трейдеров крипторынка сделают это все за вас и более того, обеспечат вас стабильным и высоким доходом по вашей инвестиции. Проект Lexol.com это гарант постоянной высокой прибыли в крипте. Рекомендую подробно ознакомиться с проектом, куда я сам инвестирую. Ссылка на проект в описании под роликом. Просто оставил вкладку. Это первая монета, это SHIB, потому что это самая, скажем так, не то чтобы высокоисковая, но одна из самых высокоисковых монет. Как видите, мы уже ломаем глобальный восходящий тренд. Если нас в ближайшие дни не выкупят, ну крайне критическая, самая такая, самая-самая критическая отметка, это вот у нас она находится. Если мы ее, соответственно, не удержим в те же там 1500, то все, тренд сломан и до свидания. Вот, поэтому на данном этапе, как видите, пока что смотрим, выкупают либо не выкупают. Но если глянуть на более мелких таймфреймах, нас выкупили по 1700, поэтому, в принципе, посмотрим. Я думаю, уже должны тот же биток выкупить и альты. И вот, по поводу SHIB, опять же-таки, кто ждал коррекцию, либо какую-то скидку, и кто верит в данный проект, хотите, можете закупаться. Минус 75% скидка, а то и минус 80%, это ваше право. Но я считаю, это монета, которая не должна быть в вашем портфеле, и как только она выйдет в ноль, либо хотя бы в плюс, лучше от нее избавиться. Почему? Потому что проект высокоисковый. Даже несмотря на то, что у них есть сжигание, но от того, что они провели сжигание один раз, в отличие от PNK Swap, которые проводят сжигание, у них намного меньше монет, там 260 тысяч, да, около того. Вот, и сжигание у них проводится 2-3 раза в месяц, а здесь произошло сжигание один раз. И можете написать, может быть, я ошибаюсь, и оно произошло уже больше, но, опять же-таки, я считаю, что меньше, чем у Кейка, ну, по крайней мере, то, что я видел. Хоть они прошли аудит от Сертика и показывают, якобы, там, безопасная монета, но это очень высокоисковая инвестиция, и нужно это понимать. Следующая монета, естественно, это Доги, я не соврал по поводу превьюшки, это высокоисковая инвестиция. Почему? Потому что она не закрепилась ниже критической отметки. И падали мы на 12 центов, но, опять же-таки, нужно понимать, что данная монета, это чисто спекулятивный токен. Если вы даже закупаете ее, там, в тот же долгосрок, нужно понимать, что это высокий риск, и можно потерять все деньги на данной монете. У меня инвестировано в данную монету приблизительно, может, баксов 600, я, честно, не помню, уже надо смотреть, вот, потому что докупал я ее вот здесь вот, и, получается, я ее докупал еще вот здесь, вот. И, по-моему, может быть, частично где-то на вот этих уровнях, честно, не помню, уже надо смотреть, я за Доги особо не наблюдаю, вот. Вот, поэтому я купил и забыл, жду пампа перехая тех же 75 центов и не парю себе мозг. Вот, поэтому, будет ли доллар, я считаю, что вполне может быть, но это риски, опять же-таки, высочайшие. Нужно это понимать. Потом, следующая монета, которая не должна быть в вашем портфеле, это монета SLP, опять же-таки, я говорил изначально, когда снимал ролик, еще вот здесь, когда она стояла, что это высокий риск, и монета может скамануть, либо задампиться, либо можно потерять свои деньги и так далее. Кто скинул на вот этом пампе, в принципе, молодцы, вам отчасти повезло даже. Вы заработали те же там почти 2x, вот. Под поводу Доги коина, я думаю, понятно, кто верит в данную монету, можете держать, я никого ни к чему не призываю, то есть, опять же-таки, верите в данную монету, окей, но учитывайте, что риск по ней высокий. Вот, а по поводу SLP, здесь инфляционная модель, хотел сказать, дефляционная, ну, если бы. Вот, почему? Потому что здесь вбрасывается в рынок больше монет, чем, во-первых, неограниченная эмиссия, во-вторых, монет добывается за счет того, что это у нас игра, да, игровой токен, play to earn, то есть, игроки добывают данную монету и активно скидывают, то есть, они не видят ценности, и, соответственно, я скажу про следующую монету, которая также не должна быть в вашем портфеле, я думаю, на этом хватит. Можете, кстати, в комментах написать, какие монеты вы убрали со своего портфеля, хотели бы выйти по ним хотя бы в ноль. Вот, поэтому и данная монета у нас инфляционная модель, потому что вкидывается за счет игры, и плюс допечатываются постоянно токены. И вот этот процент допечатываний больше, чем процент сжигания. Вот, заходим на официальный сайт AxiWorld и, соответственно, смотрим. У нас вброс, то есть, заменьшено токенов, то есть, ну, которые вбрасываются в рынок и сожжено, burn, да, я думаю, ну, здесь русского языка, насколько я вижу, нету, английский, ну, окей, без проблем. Вот, вброс токенов, видите, намного выше, особенно вброс был самый большой у нас, получается, когда, был у нас 11 апреля, вот, 21 года. И, соответственно, вброс токенов, да, он уменьшается, но плюс-минус он, как видите, в начале, даже в 20-м году он был намного меньше, чем сейчас. И сжигается, ну, если на глаз тогда определить, то, соответственно, у нас вбрасывается где-то порядка 200, может быть, ну, давайте, пускай даже среднее значение возьмем, 200 миллионов, а сжигается у нас где-то порядка, сколько, 50, то есть, это в 4 раза меньше, получается, да? Да, в 4 раза меньше, чем, соответственно, у нас токенов вброшено в рынок. Поэтому на данном этапе, пока они не исправят эту дилемму, да, и проблему инфляционной модели, данный токен расти, ну, скорее всего, не будет. Вот, может быть, на каких-то случайных пампах, как это было вот здесь, либо вот здесь случайно, какие-то прострелы там по стопам улетели и так далее. Опять же-таки, я говорил свои цели, какая у меня цель? У меня цель 30 центов, но цель от вот этой отметки, где я закупал по 0,7, по 0,8, я закупился один раз, не помню точные отметки, но там что-то 0,7 и 7, где-то так я закупился, не помню, честно. В общем, где-то вот здесь, вот в этом накопительном канале, но я учитывал, что это высокий риск и много в нее не вкидывал, поэтому, если потеряю, не так будет жалко. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы они все это исправили. Вот, поэтому данная монета, если у вас есть возможность скинуть ее хотя бы в 0, лучше выйдите, потому что, когда они это исправят, хрен его знает. Поэтому, вот такое мое мнение. И последняя монета на сегодня. Это Chia Network. Почему именно Chia? Потому что здесь ситуация плюс-минус, ну, не сказать, что аналогичная, но здесь, насколько я помню, тоже неограниченная миссия. Да, неограниченная миссия, хоть сейчас в обороте, там, 22 миллиона, но многие возлагают большие надежды. То есть, опять же-таки, кто-то пишет скам, кто-то пишет, соответственно, что монету надо покупать, там, и так далее. Кто-то хочет докупать данную монету, кто-то думает, что она улетит. Может ли она улететь? Может. Но риски по ней высокие, нужно это понимать, то же самое, как по SLP. То есть, те люди, которые закупали ее вот здесь, там, либо вот здесь, либо вот здесь, либо вот здесь, то есть, монета идет все ниже, 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 понимаете. И, соответственно, люди думают, что потом она просто может улететь, типа, сделать перехай. Может ли быть такое? Да, может. Но нужно учитывать, что риски огромнейшие. То есть, монету майнят, и монету сразу же скидывают, понимаете. Потому что они, ну, кто-то, может быть, и холдит те единицы, может быть, там, я не знаю, процентов 5 людей, или, может быть, даже меньше. Они ее хранят и держат Но я слышал и многие блогеры ее советуют Я ее не советую, потому что я не вижу в этом смысла Во-первых, первое, глобальный нисходящий тренд Второе, неограниченная миссия И третье, эту монету майнят и тупо скидывают И никому она нахер не нужна По большому счету, может ли она выстрелить? Может Но если вы держите ее и верите, оставляйте Минимальнейший процент, который возможно Ну то есть как на высокий риск аналогично То есть если верите, оставьте какой-то малый процент И просто подождите Но если она даст какие-то баснословные иксы Допустим с текущих отметок Там даст те же 20, 30 икс и так далее Можете вкинуть пару тысяч долларов Или пару сотен долларов Или пару десятков тысяч долларов У каждого свой депозит У каждого свой процент от депозита Но я больше, я не знаю, 2% или 1% от депозита Не вкладывал бы в нее То есть у каждого это своя сумма будет Но нужно понимать, что это Лучше вложиться, я не знаю, в тот же Zcash Или в какую-то другую, или в тот же биток Или в эфир в долгосрок Чем вкладываться в эту монету Но это мое мнение И вот эти монеты, что я перечислил То есть это SHIP Это, соответственно, у нас DOGE Это, соответственно, у нас SLP И это, соответственно, у нас CHIA Network То есть многие ее советуют Но учитывая, что вас могут загнать в скамы И просто хайпануть на том, что Данная монета якобы на пике популярности Но понимаете, что обычно могут советовать Не только то, что может хорошо себя показать Но то, что может искамануть Поэтому нужно фильтровать информацию И понимать, кому доверять, а кому нет А кто хочет закупиться по действительно перспективным монетам Можете, соответственно, посмотреть мой ролик на канале Который я записывал перед этим Вот Потоп криптовалют Какие стоит закупить на текущем падении И которые я взял бы в первую очередь И имеют максимальную перспективу И максимальные X в 2022 году И в дальнейшем В целом Которые находятся на днище И которые многие ждали по низким отметкам И практически на дне Вот Поэтому Либо даже они переписали свои минимумы Либо можете присоединиться в закрытый клуб Где еще больше монет, которые я закупаю сам активно Скидываю свои ордера И буду давать точки для входа И для фиксации данных монет Всем удачи, всем пока Кого заинтересовал закрытый клуб Можете написать личку в телеграме Всем удачи, всем пока Интересный и перспективный проект Для хорошей прибыли в крипте Это lexol.com Я сам в него вкладываю И получаю отличную прибыль Ссылка на проект в описании под роликом Продолжение следует... Продолжение следует...